Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И сегодня я хотел бы показать вам вот такие вот интересные, наверное, стильные, имиджевые, беспроводные Bluetooth наушники. Маленькие затычки в уши. Так вот, это вообще интересная модель. Чем интересная? Потому что она интересна внешне. Честно говоря, я ее видел только внешне, я ее не слушал. И сейчас будем все это делать вместе с вами. Будем открывать, будем смотреть ее и слушать звук. Но вы вряд ли будете его слушать. Буду слушать я и передавать вам свои впечатления. Итак, для начала хочу сказать, что наушников у меня очень много всяких разных было. И проводных, и беспроводных. И много разных обзоров у меня было. Можете полистать канал, если вам это интересно. Посмотреть пример вот здесь. Вот даже не так давно у меня еще были Buds Air на обзоре от Realme. Ну, довольно-таки неплохие наушники. Обзор уже точно так же есть у меня на канале. Мне эти наушники чисто случайно попались на глаза. И я решил посмотреть, что они из себя представляют. Ну, заодно показать вам. Единственный минус на сейчас. То, что я вижу, я не вижу здесь никакой модели. Название модели. Погуглив, немножко поискав на разных торговых площадках, например, на Алиэкспресс, я нашел, что это TVS, беспроводные наушники, модель 206. Вот по индексу TVS, TWS206 вы можете найти эти наушники. Ну, может быть, не всегда. На Алиэкспресс они точно так же есть. Продаются по стоимости 15 баксов. Если интересно, можете пройти и посмотреть. Ну, я думаю, если не забуду, ссылку оставлю в описании под этим видеороликом. Давайте переходить к самим наушникам. Итак, вы видите, что две затычки и такой вот кейс. Кейс интересный, в принципе. Здесь по характеристикам сразу же поддерживаемые протоколы и кодеки. APTX, APTX, HD. Здесь, конечно же, нет. Стоимость достаточно дешевая. Дальше. Bluetooth версии 5.0, хотя я не на 100% уверен, что это именно Bluetooth. Здесь просто Wireless версия написана. Дистанция 10 метров. Transmitting Power Class 2. Не знаю, раньше не встречал такие показатели. Но будете знать. Частота от 2.4 до 2400 Гц. Дальше. Сопротивление 32 Ом. Сама батарея на наушник 50 мАч, на 2 наушника 100 мАч. Батарея в кейсе 380 мАч. Использование сингла, то есть самих наушников у нас уходит 4 часа. То есть без подзарядки сами наушники могут работать 4 часа. И я вам скажу, это серьезная заявка за такие деньги. Если будет еще более или менее сносный звук, то это очень хорошие наушники получатся. И при использовании самого кейса мы видим, что можно использовать ее 12 часов. Соответственно, мы можем как минимум 2 полных раза зарядить наушники от кейса. То есть 4 часа мы работаем на самих наушниках. И еще 2 раза по 4 часа мы работаем от кейса. Ну и полная зарядка наушников 1 час. Полная зарядка кейса 2 часа. Смотрим комплект. Такая вот презентабельная типа упаковка, но нет хлястика, веревочки, какой-либо, чтобы вытянуть. Здесь сразу же инструкция. Инструкция, смотрим, на английском языке. Она не обширная. Ну, некоторые понятия здесь есть. Ну и все технические характеристики, которые я вам уже прочитал. Плюс китайский язык. Сам кейс с наушниками. Он почему-то еще светится. Нигде кнопки включения здесь нет. Ладно, вернемся чуть позже. Еще комплект. Давайте посмотрим. Здесь, я так понимаю, амбушюры, резиночки, вкладыши и зарядный шнур с разъемом microUSB длиной где-то сантиметров 20-30. Так, это нам уже больше неинтересно. Перейдем к кейсу. Кейс металл. Это металл. Я думаю, слышно, что это металл. Причем он такой вот увесистый. Здесь на верхней грани у нас есть индикатор состояния. Я не знаю, почему он сейчас включен. С каких побуждений. На одной из грани у нас microUSB порт для зарядки. Все остальное чистое. Если это металл, то это тканевая поверхность. Ну, в принципе, приятная на ощупь. Открываются вот таким вот образом. Полностью кейс не достается. Открывается только таким вот методом. Внутри у нас находятся наушники. Один, второй. Контакты для зарядки. Разговаривают на английском языке, не на китайском. Я уже услышал. Сами наушники. Индикация есть. И на одном, и на втором наушнике в нижнем. В нижней грани видим красно-синий. Давайте попробуем все-таки подключиться. Я не знаю, сейчас один ко второму наушнику подключился или просто включился только один наушник. Сейчас мы это все проверим. А есть, смотрите, здесь просто 206. Модель 206. Принять. Ну, она сообщила на английском, что подключено. Итак, да, подключается один автоматически ко второму, а второй уже подключается как пара к смартфону. Без проблем подключилась, вопросов никаких не возникает. Итак, смотрите, работает еще управление. Управление здесь нажатие кнопкой. И на левом, и на правом наушнике нажимаются кнопки. Смотрите, просто одно нажатие. Это пауза. И воспроизведение. Точно так же на левом и на правом выполняют идентичные действия. Если мы хотим вызвать следующий номер, два раза тап, и идет вызов номера у нас. Без разницы на правом наушнике, на левом, и идет у нас вызов номера. Если вы хотите переключить на следующий трек, то нажимаем и где-то полторы-две секунды удерживаем. Без разницы, правый или левый наушник у нас трек переключается. Переключается только вперед, назад не переключается. Также есть возможность вызвать голосового ассистента. То есть тройной клик у нас вызывается голосовой ассистент. В данном случае Google. Вот такие вот нюансы. По самим наушникам, смотрите, здесь есть микрофон, индикатор, и все, и больше ничего. Контакты для зарядки и обозначение левой или правой. На втором наушнике есть индикатор для зарядки, есть микрофон, и точно так же контакты для зарядки, обозначение какой наушник. Так, остается сейчас проверить звук и посмотреть, как сидят в ушах. Итак, ребят, смотрим, как сидят в ушах эти наушники. Левый, правый. Держатся хорошо. То есть при занятиях спортом, там при пробежках, при ходьбе никаких вопросов возникать не будет. Сидят. У вас быстрее голова, наверное, отпадет, чем выпадут здесь наушники. То есть в любом случае для пробежки, там для физкультуры, занятия спортом подойдет. Вот, извините, можно я сейчас теперь вот эти вот наушники вытащу? Потому что я сижу, как вроде бы, под водой. Вот это вот самая главная претензия у меня к вакуумным наушникам, вот таким вот резиновым затычкам. Когда я в них, я ощущаю дискомфорт, потому что я, во-первых, плохо слышу, что находится справа, слева и по сторонам, вообще в целом внешний мир. И чувство заложенности ушей, как будто я где-то под водой. Вот это большой минус. И вот практически на 90% из-за этого я люблю Apple AirPods, из-за того, что они открытые, они удобные, ну и сносное качество звучания. Вот это все, что мне было нужно для комфортного использования беспроводных наушников. Это я по поводу Apple AirPods. Что же касается вот этих вот наушников, удобство. Если по 5-бальной шкале оценивать где-то 3 из 5, потому что сначала ты втыкаешь, вроде бы все хорошо, но чтобы был более-менее звук хороший, нужно еще воткнуть поглубже, чтобы досталось чуть ли не до вашего мозга. И только тогда звук начинает быть каким-то похожим на звучание в наушниках, а не, не знаю даже где. По качеству звучания. В целом я хочу сказать, не знаю, не хочу сказать ничего просто плохого, но звук действительно плохой. Как не банально это и звучит. Звук мне не понравился. Есть здесь высокие частоты, есть здесь некий намек на бас, но причем чем сильнее вы прижмете уши к вашему мозгу, грубо говоря, туда же, ближе к центру, где-то здесь, там, вот там может быть, тем больше ощущается бас. Но, вы извините, также вы не будете ходить, и плюс будете дополнительный дискомфорт получать, если вы будете постоянно придавливать. В наушниках ходить не очень удобно, достаточно получается, несмотря на то, что они маленькие, миниатюрные, ну, так неплохо распирает мое ухо. Не знаю, как будет у вас, но вот такие вот нюансы. По поводу микрофона, микрофон здесь есть, давайте я попробую еще специально, сделал запись этого разговора, я сейчас видеоролик вставлю для примера. 1-2 раз, 1-1. Тест записи микрофона через наушники TVS True Wireless, модель 206. 1-2 раз, 1-1. Как слышно? Как качество звука, записи на данные наушники? Ну, как бы вы сами слышали, что-то вроде бы слышно, использовал я на улице, большого шума и ветра, конечно же, не было. А дальше оценивайте сами. В целом, что хочу сказать я по данным наушникам, то, что по времени автономной работы их нужно тестировать. Хочу сказать то, что по звуку они не очень, если вы гонитесь за звуком и максимально качественным звуком за небольшие деньги, это не тот вариант однозначно. В лучшем случае для подкастов, для прослушивания аудиокниг, может быть, подойдет. Для музыки нет, я бы не советовал. Ну, единственное, что мне понравилось, так это кейс и форм-фактор. Ну, во-первых, тканевый приятно, во-вторых, тяжеленький металлический, окантовка здесь и здесь, с одной и второй стороны. Магнитный коннектор, ну, что они не распадаются, аккуратно открываются, сделано, собрано добротно. Вот это вот мне понравилось. То есть, знаете, вот как презент, вещь интересная. Как для себя повседневное использование, я бы не взял, а вы смотрите сами. Ну, на всякий случай, вдруг кому-то будет интересно, ссылку я оставлю в описании. Дальше, не знаю, смотрите, нужно вам это или не нужно. Есть другие наушники, которые будут и по звуку поинтереснее, и хоть какой-то бренд. Какой же здесь бренд, кроме Model Name Product 206, я не знаю. TVS 206. Вот как-то так. По данным видеороликам у меня, в принципе, все. Если вам интересно, не знаю, еще опыт использования данных наушников, может быть, вам интересно, не знаю, время автономной работы или еще что-то, пишите об этом в комментарии, может быть, подумаю, запилю обзор, точнее, не обзор, а опыт использования. Но, вообще, пишите, если это вам нужно. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомым, близким, ведь многим он может быть интересен или полезен. Может, кому-то поможете с покупкой или, наоборот, не покупкой вот таких вот True Wireless наушников или аналогичных. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok